Приветствую вас! Написали вы, конечно, очень всего много, что уж здесь и говорить. И если честно, то проблемы мне у вас видится несколько проблем. Итак, первая проблема – это даже не страх. О нем, понятно, вы пишете и так далее. Первая проблема – это проблема отсутствия у вас самостоятельности. То есть вот на бытовом уровне вам не давали ничего делать, не давали быть повсюду, не давали помогать, не давали как-то участвовать в жизни, так скажем, семьи. Вот. И это не могло не повлиять на вас негативным образом. То есть вы, по сути дела, не научены. Вы ведь единственный ребенок в семье, если я правильно понимаю. Так вот, вы будучи единственным ребенком в семье, как это не парадоксально, будучи единственным ребенком в семье, вы не умеете, по сути дела, вы не умеете решать любые, даже какие-то такие, знаете, простейшие задачи. То есть вот элементарная, простейшая задача для вас уже – это проблема. Но надо сказать, что это, в принципе, и понятно. Типа откуда у вас могут взяться навыки решения логических задач, если вас этому элементарно не научили. Соответственно, первое, первое, о чем я бы хотел, чтобы вы, вот, подумали, это о том, что вы ставите себе, вот, изначально, такие вот несколько большие задачи. То есть вы ставите перед собой довольно, довольно глобальные цели. Но при этом проблема заключается в том, что эти самые глобальные цели, которые вы себе ставите, они для вас пока что просто недостижимы. Вот это вот вам нужно понять, что цели, которые вы себе ставите, они для вас просто недостижимы пока, пока, не для вас слишком сложно. Вам нужно на бытовом уровне обучаться тому, чтобы самостоятельно принимать решения в определенных, несложных, относительно простых задачах. Вот что это за задачи? Элементарные бытовые, элементарные бытовые задачи. Это первое. Здесь вам, конечно же, поможет когнитивная терапия. Это безусловно. Когнитивная терапия здесь вам поможет. Далее. Далее. Значит, далее, значит, заключается в следующее. Значит, следующее. Это то, что вы себя обесцениваете. Вот у вас идет тотальное обесценивание себя, которое идет, понятно откуда, оно идет из, значит, из осознавания того факта, что вы, например, ничего не можете, из осознавания того факта, что вы не достойны ничего и так далее. Это мне, в принципе, в общем и целом тоже понятно. Ну, правда, вы вот немножечко забываете о том чуть-чуть, что то, что вы ничего не можете, это всякая наша ваша страха. То есть, дело здесь все, именно в ваших страхах. Дело здесь именно в том, что вы боитесь, понимаете? Вы боитесь, и отсюда ваши проблемы. Вы боитесь, и это не дает вам возможности нормально себя реализовать. Вы боитесь. Ну и, собственно говоря, вопрос-то вот в чем. Что у вас есть причинно-следственная связь между тем, что вы ничего не можете из-за страха, и тем, что вы, например, глупы, тем, что вы там называете себя определенными словами, я даже повторять эти слова не буду, вот, и так далее. То есть, вот такая вот у вас идет интересная ситуация. И эта причина-следственная связь, она, ну, абсолютно ничем не обусловлена. Я хочу, чтобы вы это для себя постарались понять и принять сейчас, что вы не тупой, что вы, как бы, развитый человек, в меру, конечно, в меру своих возможностей, но вы развитый человек. Это немало, совершенно точно, это немало. Но страх мешает вам, значит, как-то вот свои возможности реализовать. То есть, проблема в том, что ваш страх все блокирует, блокирует ваши возможности, блокирует ваши способности. И из-за этого вы себя обесцениваете. Вот вы говорите, что вам льстят. Вы говорите лесть. Когда меня хвалят, вы не верите людям, когда они вас, ну, высказывают, высказываются о вас как-то положительно. Вы не верите им, вы говорите, что нет, я в действительности плохой, вы просто меня не знаете. Это вот именно обесценивание идет в себя. Опять же, из-за чего? Из-за того, что, с одной стороны, вас обесценивали ваши родители, когда они позволяли вам делать для них, вот, собственно, то, что нужно, ну, то, что нужно, вот, то, что вы хотели делать. Вот, родители вас обесценивали, скорее всего, да, вы здесь правильно понимаете, что обесценивали они вас не специально. Это не было их целью. Обесценивали они вас по, ну, скажем так, по своим, так скажем, причинам, обесценивали они вас по тому, что им казалось это правильно. Вот. То есть, они как-то вас защищали, они делали для вас что-то хорошее, как вы сами понимаете, но вы уже тогда, в детстве, начали считать, что, вот, предложение о помощи, например, им, ваших родителям, это, по сути дела, ерунда. Ну, вот, то есть, так же, вот, как вам давали понять ваши родители, вот. Ну, и, собственно говоря, вот, исходя из этого, первый аспект, который кажется мне важным, это аспект именно оценки того, что вы делаете для родителей, того, что вы можете сделать вообще для, ну, кого угодно. То есть, вот, по сути, это борьба. Я бы даже сказал, не борьба, может быть, а, ну, может быть, переосмысливание, переосмысливание того, как вот правильно понимать реакцию ваших родителей. Потому что изначально эта реакция у вас выработалась неправильно. Все идет в детство, и именно из-за неверных понятий у вас и получилась вот такая вот ситуация, получилась проблема с невольным обесцениванием, опять же, самого себя. Невольное обесценивание у вас произошло. Это, значит, следующий момент, о нем нужно говорить отдельно. Это прямо вот переживание, взрослая регрессия, значит, раз за разом переживание вот тех, значит, собственно, моментов, которые, ну, вот, с вами тогда происходили. Это вот следующий момент. Далее, далее, значит, далее по поводу вашего страта. Во-первых, вы его называете как-то очень странно, что вот в основном классе вы вдруг начали бояться того, что вас вызовут к доске. Вот до восьмого класса почему-то не боялись, а вот после восьмого класса вдруг почему-то начали бояться. Вот, ну, и, собственно, вопрос, который я хотел бы вам задать, заключается в следующем. Что-то случилось с вами, что вы бояться стали, собственно говоря. Как вот так у вас получилось, что вы начали испытывать страх? Что-то случилось с вами, что-то произошло с вами тогда? Были какие-то события, может быть, которые вас, ну, как-то вот выбили из колеи тогда? Или что? Знаете, вот, ну, момент, на самом деле, момент достаточно важный. Вы о нем говорите, ну, как бы, несколько вскользь. То есть вы пишете о многих моментах, вы пишете о многих моментах достаточно подробно, ярко, но в основном вы, как бы, ругаете свой страх и жалеете себя. А вот, собственно, что началось-то в момент, когда вы начали страх испытывать? Вот что произошло тогда с вами? Вот об этом нужно разговаривать. То, что что-то произошло, это несомненно. Что-то случилось. Да. Только что? Вот это вот большой вопрос. Ну, а дальше за драком нужно работать. Значит, это работа в вашем случае при наличии у вас проблем, связанных с, значит, с паническими атаками. Вот как я понял, да, у вас есть проблема, проблема панических атак. Здесь, может быть, понадобится вам и, возможно, понадобится вам психотерапевт или психиатр, потому что только вот психотерапевты, психиатры могут работать с такими проявлениями человеческой психики, как, значит, панические атаки. Вот. Ну и просто со страхом, в принципе, вам тоже можно работать. Вот. Главное, чтобы вы сейчас для себя вот постарались определить некоторые важные вещи, на мой взгляд, которые вам помогут сделать первые шаги, значит, в сторону с того, чтобы вы, ну, возможно, перестали бояться или стали меньше бояться. Значит, какие это шаги? Значит, первый шаг, это что стоит за вот этим вот шагом. То есть вы боитесь того, что вас спросят. Вы боитесь того, что вас как-то выделят. Вы боитесь того, что на вас обратят внимание. Я это все прекрасно понимаю. Вот. Но что стоит за этим самым страхом? Что за ним стоит? Ну, обратят на вас внимание. Ну, спросит вас, препятаватели. Ну, пойдете работать. Что дальше? Что произойдет? Что случится, если вас вот такие все-таки спросят? Все-таки что случится тогда? Постарайтесь, пожалуйста, ответить себе на этот вопрос. Далее, если мы с вами говорим о том, что, значит, ну, если мы с вами говорим о других аспектах, например, аспекты, связанные с тем, что произошло, то давайте подумаем о том, что ли все-таки с вами случилось. Что вызывает его страх. И подумайте, что случилось ли то, что вы боитесь или нет. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу, если вам понадобился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.